Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Rears, мы продолжаем играть в Ark Survival Wolf. Сегодня мы находимся на карте Island нашего проекта, ссылку на который вы, как всегда, найдете в описании под этим роликом. Сегодня на повестке дня у нас рыбалочка. В прошлой серии мы поймали вот такие вот удочки, замечательные, поймали их из тусиков, убили 4 альфача и получили удочки работы мастера. А это грифон, а зацените какой красивенький. Пасхальный ивент уже закончился, поэтому таких раскрасок больше не найти. Шикарно смотрится, шикарно. Рыбалка сегодня будет необычная, потому что будем ловить при помощи ловушки. Из плота будем делать старую добрую ловушку для рыбы. Я такого еще на канале не показывал, но сегодня, думаю, увидите. Может быть кто-то уже знает про такие способы ловли рыбы. Со всеми силами соберемся и будем рыбачить. Рыбачить и еще раз рыбачить. Рыбалку сейчас немножко порезали. Максимальную рыбу теперь можно ловить не такого уж большого размера. И максимальная наживка, которая ловит максимальную рыбу, это... Рыбалке на нашем канале было отведено слишком мало времени. Сейчас постараемся поподробнее все рассказать, показать, как это все работает. И попробуем что-нибудь хорошее поймать на эти хорошие удочки. Для рыбалки нужны хорошие именно удочки. Можно выбить рецепты с лучей. С каких конкретно лучей падает, не знаю. По-моему, они сейчас падают рандомно, могут и с подводных, и с наземных, и с обычных лучей, которые падают на землю. Из них выпасть замечательные удочки. Но там в основном падают рецепты. Рецепты, конечно, это хорошо, но по рецепту можно скрафтить всего лишь три удочки. И их нельзя чинить. То есть они одноразовые. Вот такие ограничения решили наложить разработчики нашей с вами любимой игры на рыбалку. Раньше можно было достать очень хорошие рецепты. Запредельного качества, можно так даже назвать. А если учесть, что из ништяков падают только рецепты с рыбалки, готовых предметов не падает, за исключением каких-то ресурсов более-менее важных. Ну, ресурсов, конечно, в маленьком количестве падает, но больше всего рецептов. Но в свое время игроки очень активно пользовались этой рыбалкой и вытаскивали хорошие рецепты. Сейчас тоже можно вытащить, но шанс намного меньше стал. Ну что ж, отправляемся строить ловушку. И карту Айленд мы выбрали неспроста. Если смотреть по карте, то весь Айленд окутывают речки, речные протоки. И по этим протокам можно спокойно перемещаться на плоту. Практически везде плот может проплыть. Вокруг вулкана точно он сможет это сделать. И поэтому мы решили делать именно там рыбью ловушку. Потому что там скопление рыбы очень велико. Ловить будем мы, конечно же, на мед. И ловить будем лососей. Больших саблезубых лососей. Ну что, готовы узреть сие чудо? Мы его построили. Та-да-да-дам, тадам. А вот такой вот замечательный плод. Уже есть здесь рыба. Уже поймали. Вот. Две рыбки. Ну это просто тестовые рыбки. Маленького. Не то, что даже уровня, а качества. Один и один максимально. Вот здесь Лена сидит, закидывает удочку и рыбачит. А пока она рыбачит, я пойду построю точно такой же плод и покажу, как его сделать. Поехали. Для этого нам понадобится, как ни странно, плод. Ставим его на воду. Накидываем GPS-трекер на грифона. Это обязательно. Без этого никак. Нам понадобится сначала вот такая штучка. Основание для забора. И на третью дырку с нашей стороны воткнуть туда. Это, собственно, основание для забора. Нужно это сделать очень ровно. Постараться. Вот как-то вот так. Затем нам нужно один деревянный пилар. Втыкаем его на кончик этой конструкции. И ставим теперь фундаменты. Теперь нам нужно взять фундамент. И видим следующее, что у нас есть точка привязки. Оп. И от этой точки привязки мы уже можем дальше ставить свои, собственно, фундаменты. Чудесно, да? Чудесно просто. Сюда ставим. Вот так. Отлично. И теперь видим следующую картину перед нами. У нас есть эти фундаменты. И ровная-ровная полоса между ними. Затем мы убираем этот пилар. Он нам больше не понадобится. И делаем следующий. Махинации. Вот эту штучку тоже убираем. Да. Плод. Хорош. Отлично. Начало положено. Теперь. Теперь следующее. Следующий шаг, который нам нужен. Нам нужны будут соломенные перекрытия. Фундаменты возьмем, кстати, немножко. Они пригодятся. И теперь делаем... Да что ж ты, перевес? Делаем следующее. Ставим основание. Ставим потолки соломенные. И под потолки крепим фундамент. Вот так. Круто, да? Вот как-то так это работает. Хорошо. Но это еще не все. Нам нужно... Это пока оставим. Ладно. Хрен с ним. Нам нужно расширить нашу конструкцию немножко. Чтобы было попросторнее здесь. Поэтому делаем следующую махинацию. Только вот в эту сторону уже. Вот так. И ставим фундаменты. И тем самым, получается, мы сместили немножко фундаменты. Дали им возможность ставиться в воздухе, по сути. По сути, они ставятся в воздухе. Но есть и минус такой конструкции. То, что дальше нельзя уже строиться. Раньше такого предела не было. Давно. Не знаю, как давно разработчики сделали ограничения на постройку плат на платах. Но теперь нельзя. Эта постройка находится слишком далеко от платформы. Пишет нам игра. И тем самым дает знать, что, дружище, дальше у тебя ничего не выйдет. Но нам дальше и не нужно. Я человек простой. Говорят, нельзя. Значит, делаем по-другому. Теперь то же самое проворачиваем и с этой стороны. Отлично. Почти готово. Убираем. Вот этот фундамент тестовый. Он нам не понадобится уже больше. Эти фундаменты. А хотя здесь нужно будет закрепить. Э, Ктер. Ушел бы ты отсюда? Нужно закрепить будет эту постройку. Поэтому здесь еще по фундаменту ставим. Видите, все просто. Все очень просто. Все. И теперь убираем всю солому сверху. Она нам больше не понадобится. Хотя нет. Здесь пускай будет. Вот тут уберем. Вот так. Вот такая постройка. Здесь мы тоже удаляем. Хотя пока оставим. Пока оставим. Пока оставим. Так, солома нам не понадобится. Фундаменты не понадобятся. Теперь нам нужны будут каменные перекрытия и стенки. Каменные перекрытия мы ставим вот сюда. Теперь удаляем эти фундаменты. Можно было их сразу удавить. Может было их... Нет. Нужно было ставить их. Хотя бы частично. Нет, нет, нет. Не плод. Убираем фундаменты. Берем побольше потолков. Побольше стенок. От соломы можно отказаться. Она нам не... Или пригодится. Заменим на... Камень. В этих местах. На всякий случай. А тут можно убрать. Все, ребят. Практически уже готово. Теперь нам нужно провернуть. Поставить стенки с внутренней стороны. Нашего плота. Мы здесь будем сейчас делать бассейн небольшой. Кто-то бьет моего грифона. Давай-ка тебе не трав шатаем. Опускаем стенки как можно ниже. Насколько даст нам игра. И с обратной стороны этих стенок ставим вот такие вот перекрытия по краям. И эти перекрытия мы продолжаем вести под нашим платом. То есть получается у нас такой своеобразный сэндвич. И... Тадам! Вложился. Ай, блин, кислород. Ё-моё, совсем забыл. Что нам нужны ласты и маска. Хорошо, нам нужно теперь отвести плод немножко от воды. Желательно найти на речке самое глубокое место. Но раз такого нет, то подойдет и такое место. И теперь... Просто опускаем потолки вниз, тем самым создаем здесь бассейн. Шикарно! шикарно все на самом деле плод готов если найдете глубже место то просто опускаете еще на ярус ниже стенки игра вам думаю позволит и вам нужно будет поставить здесь стульчик и здесь еще лесенку и все и плод готов примерно такой же плод вы видите сейчас у лены только у него деревянные постройки некоторых местах вместо каменных теперь чтобы поймать рыбу нам достаточно сделать следующее достаточно ее просто найти плывем по речке ищем рыбу большого размера если вам нужно желательно это сделать конечно на грифоне пролететься либо на каком-нибудь летающим животным пролететься найти рыбу большого размера приплыть туда на плоту плод пройдет везде мы сейчас находимся ну в общем вот вот в эту сторону речка идет он там пройдет спокойно в эту сторону плечка идет он тоже проплывет спокойно так что можете смело на нем перемещаться без особых проблем ищем рыбу где-нибудь какую-нибудь вот я вижу рыбу вон там вроде большая даже ну недостаточно большая но все равно все рыбку поймали ну то побольше по моему два эту поймаем которая побольше отлично рыбка поймана она отсюда теперь не уплывет посмотрите сами можно и ударить она никак отсюда не может выбраться уже и все мы просто рыбачим а вот на этих координатах на 60 на 29 вот по карте можно посмотреть здесь есть такое озеро заводь в эту заводь вроде как можно даже проплыть но желательно строить свой плод именно здесь смотрите какое скопление рыбы здесь и чем больше рыбы тем больше вероятность того что попадется большая рыба логично же да конечно блин логично и вот точно такое же озерцо до которого тоже думаю можно доплыть особо крупной рыбы пока не видно желательно всю мелкую рыбу которую вы видите все перебить для этого пригодится какой-нибудь рек спинозавр желательно спинозавр здесь который будет бегать и вышатывать всю рыбу ну что ж ловушка построена я нахожусь сейчас на базе у себя чтобы взять спинозавра который будет нам помогать в этой нелегкой рыбалке это выращенный спинозавр имеем еще не дали 551 урон он очень быстро я потом вам это покажу и вы могли заметить у него в инвентаре удочки лежат зачем же они нам нужны а есть один небольшой такой косячок с медом вот смотрите вот допустим есть у нас мед сейчас на нем написано что он испортится через 19 минут 50 секунд кладем его на удочку и он перестает портиться берем его с удочки обратно и видим что кулдаун опять обновился и опять 19 минут 59 секунд еще раз для эксперимента смотрим теперь на время и и также 58 видите обновляется кулдаун тем самым можно хранить очень большое количество меда я надеял кучу удочек сейчас будем складывать мед который нам пригодится для рыбалки потому что проще всего рыбачить на мед и намного эффективнее это самая эффективная ловушка считается осталось теперь найти где же здесь у нас располагается мед на карте а вот он а мед нашел хорошо берем тогда медок а берем весь наверно если унесу его конечно но вот столько думаю хватит сразу заряжаем его на удочке какой можем портится он очень быстро осталось 10 минут до его полного истощения так сказать ну при помощи удочки даже одной удочки можно обновить кулдаун всему меду который у вас есть очень удобно еще есть один косячок с медом вот давайте разлаги ним его если у вас удочка установлена нас быстром слоте и вы пытаетесь на быстрый слот зарядить мед то видите он взаимозаменяется потому что мед можно положить на быстрый слот а чтобы зарядить по-нормальному нужно именно из инвентаря это делать вот такой небольшой лайфхак поехали пойдем на спинозавре опять же будем на спинозавре искать рыбу и чистить всю местность которая нам попадется по пути все едем и смотрите с какой скоростью носится теперь спинозавр у которого 120 скорости передвижения прокачан а довольно быстро уходим 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 так хорошо баф словил и бежим теперь на бежим говорю вот так бежим на то место смотри как прям несется как угорел ладно пойдем начинать искать рыбу уже видим что маленькая маленькая и очень плохо видно на самом деле скорее всего нужно будет графен ставить на минимальный даю ищешь что будут их вот этой глади в общем вода не играла на свету и не создавала эффект стекла отражение не было на воде эффект стекла как красиво сказано эффект стекла зеркало а не стекло но эти тоже маленькие маленькие 1 и 2 опять ну ладно я наверное эти поиски оставлю за кадром а когда найду нормальную рыбу вам уже об этом сообщу думаю что не очень интересно вам будет смотреть как я ищу рыбу разве смотри прямо плата все повезло никуда не надо перевозить ладно пофиг поймаем ее так потом все стоит здесь иначе какого-то левела 2 давай ее и поймаем а здесь смотри рыбка до сих пор осталась у которую мы ловили тогда еще еще три дня назад были она до сих пор осталась давай 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 еще чуть-чуть ну и как поймался нет по идее должен пойматься да все ну чем рыбачим хорошо садимся и закидываем удилище и ждем там потом нужно будет нам нажимать клавиши в определенном определенной последовательности ну впереди нас ждут долгие минуты ожидания рыбы жаль чтоб никакой прикормки нет чтобы его можно было получше ловить так нажимаем на x z q e s x s s a z b c v v e c c a v c z и чё слишком медленно это делал вышло время я посмотрел видео сейчас общение видел показатель времени вообще на него внимание не обращал никакого ну хорошо хорошо это ж первый блин он всегда с собака комом полетели искать еще одну рыбехом еще один лососец где-то 2 и 4 как раз максималочка слушай ой мин придется очень долго гнать свой велосипед под названием плотно я постараюсь это сделать хорошо сейчас быстро организуем тогда это дело дожди даже за бред то есть он вернулся обратно этот лосось это как такое вообще возможно а получается сорвался и обратно в воду серьезно это так работает здесь хорошо тогда возьмем второй плот вот дратути давай так пошибший загоним сюда все сиди куку и проверим час до плавает здесь все нормально нет пассив пассив улетай это твою мать хорошо вот так сделаем так карно здесь здесь есть карно здесь из спину поймаем сначала того маленького 2 оставим на 2 ставим на сладенькое хорошо мне понравилась рыбалочка интересно давай ловись так 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 пошла жара с с икс с прошу прощения еще раз ловим кнопку перепутал когда торопишься перепутываешь кнопки он снеппит это значит сорвалась если зеленым снеппит горит значит она просто сорвалась если красный наш время закончилось так давай 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 кушай 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 тыс негодяй нельзя так делать пойдем ту рыбу ловить тогда значит смотри какой игристый прям лососец ну давай посмотрим на что-то гораст вот этот мелкий может пойматься как раз потренируемся и е в д д ц q ц q в з а з в е е в з д q сорвалась я не ту кнопку нажал и вот она исчезла ну каким-то чудом у нас появилась тут точно такая же рыба в прошлый раз может быть нужно отойти давай от это вот убьем а убью я щас 07 здесь не нужна вообще тут можно проплыть о нет нельзя хорошо отойдем с прорисовки может появится то смотри появилась ох классно так Так, S, A, E, C, X, V, Q, D, A, D, V, E, D, D, Q, Z, D, Q, E, D, E. Да, опять сорвалась. Да что такое-то? Как быстрее-то можно? Да какая реакция должна быть? Жесть. Ладно, попробуем еще раз. Так, я тут понял одну фишку, что лучше рыбачить вдвоем. Один будет постоянно бить рыбу, когда она забивается вот так в угол. Она просто сидит здесь годами, блин. Мне приходится убирать удочку, тем самым трачу один мед. А если было два человека, он бы просто подошел бы, ударил бы разок. Рыба бы поплыла куда-нибудь. Рано или поздно она приблыла к наживочке. Итак, выцепил все-таки Лену, составил ее рыбачить вместе со мной. Она привезла немного меда. Оп, теперь будем ловить. Она будет атаковать рыбу в случае чего. Если она забагуется опять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не хватает и все время. Что за бредятинка? Какая там реакция должна быть? У азиата, что ли? Вон, лосось его сейчас поймаем. Вот, 1,4 достаточно будет. Да, ну нафига. С, С, В, В, Д, З, Икс, Е, У, З, З, С. И то поймал на последнем вздыхании. Единственное, седло нормально, 63. 67 армора. А остальное все фло какое-то. Ну и что, ребята, вот такая вот рыбалочка. Да. Бомбануло у меня знатно. Провозился я с этой рыбехой, ну час, наверное, точно. Ловил ее, ну блин, чтобы не соврать. Я даже не помню, сколько раз. Я не все моменты туда вставил. Я вставил, наверное, где-то процентов 70 или 80 попыток. Но это жесть. Это жесть. Реально не хватает. Просто времени не хватает, чтобы ее поймать. Да, нужно быстрее реагировать, наверное, как-то. Но я не азиат. Прошу прощения. У меня нет такой молниеносной реакции. Я не флеш. Я не справляюсь. Ну ладно. Мелкую зато поймали. Есть выход. Попробуйте с джойстика в следующий раз это делать. Нажимать на быстрые клавиши. С какого-нибудь от Xbox или от PlayStation 4. Попробую в следующий раз так сделать. Сейчас уже не будем этим заниматься. Все уже, хорош. На рыбалку пока времени нет. И лучше посмотрим на Лесси. Лесси красивая такая. А? Лесси. Гиена, которую мы томили на последнем стриме. Сейчас на канале активно выходит игра под названием God of War. Это эксклюзив на PlayStation 4. Активно его снимаю. Очень игра понравилась. И посмотрите, а? Вот посмотрите. Че вам, сложно что ли? Зайдите, посмотрите. Вдруг вас игра зацепит. Вдруг мое прохождение вам понравится. Посмотрите. Интересно. Почти на максимальной сложности играем. К каждому бою подходим как к последнему. Все хорошо. Сюжет там прикольный. Ну, в общем, хорошая игра. Добротная. Все издания ей ставят 10 из 10. 9,5. 9 баллов. В общем, шикарная. Думаю, будет игра года какая-нибудь. Или что-то около того. Так что, проходите, смотрите. Прикреплю сюда ссылку на плейлисты. Там уже, по-моему, 6 или... Наверное, 5 или 6 выпусков уже есть. Наснимал я кучу. Скоро они будут по 2 выпуска в день выходить. Хочу побыстрее ее пройти, вникнуться в сюжет и пройти полностью ее. Попробуем на 100% даже это сделать. Так что, много будет ее у нас на канале. Надеюсь на вашу поддержку, что вы будете ее смотреть. А не только избранная когорта. Там, тысячи человек, которые этим занимаются. Вам, кстати, респект огромный. Тем, кто смотрит каждый ролик на канале. Огромнейший респект. Ну что ж, рыбалка enough, как говорится, закончена. Теперь настало время называть спинозавров. Которых мы вылупляли в одной из серий. А пока я ищу имена, вот вам задание. Придумать никнейм для Грифона Лены. Он пока называется просто Лена. Давайте придумаем ей хороший никнейм. Пускай порадуется. Так что, оставляйте свои варианты в комментариях. И в одном из следующих роликов выберем имя для Грифона. Вот такое вот на сегодня задание. Ну что ж, поехали называть спинозавров. Итак, имя для спинозавра. Первый у нас Дент Арк. Такой вот никнейм человека. И предлагает его назвать Древний. Почему бы и нет, да? Древний. Потому что вымер. Древний. Назовем так своего. Хорошо. Так, следующий спинозавр предлагает никдок. Назвать его Алый Парус. Алый Парус. И Лера Шуляк предлагает назвать Хищник. Отлично. Все, с именами на сегодня покончено. Задание вы знаете. Придумать имя для Грифона Лены. У Грифонов нет пола. Так что, можете придумывать имя любого рода. Женского, мужского. Без разницы. Может быть даже среднего. Хорошо. Ну что ж, на сегодня все. Вот такая вот рыбалка. Надеюсь, это видео было вам полезным. Надеюсь, вы тоже будете использовать такую же ловушку. Или будете вообще заниматься рыбалкой. Если будете заниматься, то держитесь там. Когда рыба не будет плевать. Держитесь там. Держитесь. Все, ребята. Обязательно подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, если не хотите пропустить следующий ролик. Поддерживайте это видео лайком. Комментарием. Комментарием. Репостом. Это будет очень классно. Для меня. И для этого видео. И вообще в целом для Ютуб канала. Приходите играть к нам на сервера. Ссылка на них, как всегда, находится в описании. Скоро у нас будет переезд на новое железо. И открытие новых серверов. Следите за новостями в группе ВКонтакте. Которые тоже находятся в описании. Ну и также можете еще в Дискорд нам приходить. В Дискорд нашего сервера. А с вами был Риверс. Всем счастливо. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok